Смотри, как он смотрит на нее. Мне кажется, он даже не дышит, глядя ей в глаза, да? Веришь и ты, веришь и ты. Спасибо вам. У вас прекрасная подружка. Проходите в свою комнату. Ну что, ну что, ну что? Как вам, мальчик? Рассказывайте, рассказывайте, как мальчик. Надюш, дрожала, как осиновый лист. Виталий? Вот все, что вы здесь говорили, что они как бы никак не совпадают, это, наверное, неправильно, потому что как раз с ней можно было бы создать общий номер. Дан мог бы работать в манеже, а она могла бы петь. Ну здорово, потому что мне Надежда понравилась. 24 года, спокойная. Потом она была так в вас заинтересована, поверьте, нас не обмануть. Глаза горели, вы ей понравились, пела для вас. У нее такие глаза красивые, прям, прям завораживают. Я, конечно, сильно забеспокоилась, когда он, Сыват, сказал, что карьеру она выберет, особенно певческую. Но когда начала петь, успокоилась. Думаю, ну, с такой, с таким пением далеко она, собственно говоря, не пойдет, значит, в принципе, будет преимуже. Что значит, далеко не пойдет? С таким пением. Если бы вы знали, какие места мы занимали на вокальных конкурсах, вы бы так не говорили. Кто зря не учится. Да, это точно. Это все от некрасивости. Это все зависть. Мне, на самом деле, Надежда очень понравилась. Помимо того, что она публичной творческой профессии, то есть, собственно, то, что я вам и прописывала в самом начале, в ней есть еще такая, я бы сказала, очень правильно развитая женственность. То, что для вас будет очень хорошо. Она способна быть достаточно домашней. Единственное, она не такая уж спокойная и уверенная в себе девушка, какой здесь предстала. И временами у нее могут быть такие, ну, всплески эмоциональные. Мне кажется, что это вас не должно пугать. И если у нее будет такая душина, как сцена, ну, пускай выплескивается там. Это да. Это про нее то есть. Да. Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 07 36. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Оставайтесь с нами.